Агния Евгеньевна Кузнецова Российская актриса, так реалистично перевоплощающаяся в своих персонажей, что у зрителей не остается другого выбора, кроме как сочувствовать и сопереживать ее героиням. Среди лучших работы актрисы, роли в фильмах «Груз-200», «Фобос», «Клуб страха», «Азори здесь тихие и все умрут, а я останусь», а также в сериалах «Соблазн», сделано в СССР, «Да и да и ой», «Мамочки», «Детство». Агния Кузнецова появилась на свет 15 июля 1985 года в Новосибирске, но родным домом она считает деревню озера Карачи, где провела практически все детство. Ее отец Евгений Кузнецов посвятил жизнь изобразительному искусству, а мама Майя Бядова преподаванию в декоративно-прикладного искусства в городском педагогическом университете. В детстве она посещала музыкальную школу, но педагоги не оценили певческие способности юной красавицы, аргументируя это тем, что у нее нет слуха. Затем у маленькой Агнии появилось новое хобби – рисование. В 8 лет она могла похвастаться неплохими масляными картинами. Позже она признавалась, что если бы с актерством не получилось, она выбрала бы стезю художницы. Когда Агнии исполнилось 12, ее приоритеты вновь изменились, она решила записаться в театральный кружок. Ей нравилось выступать на сцене, выслушивать комплименты, а главное – наслаждаться аплодисментами. Окончив школу, Агния Кузнецова вместе с родителями переехала в Москву в надежде поступить в театральный вуз. Ей без проблем удалось покорить приемную комиссию престижной щуки. Наставником начинающей актрисы стал Юрий Вениаминович Шлыков. Почему-то в учебных спектаклях ей чаще всего доверяли мужские роли. В 2006 году девушка стала дипломированной актрисой. Личная жизнь Агнии Кузнецовой. Первыми серьезными отношениями Агнии Кузнецовой, о которых стало известно прессе, был роман с актером Леонидом Бичевиным. Судьбоносная встреча произошла еще в институте. Познакомившись поближе, возлюбленные начали жить вместе. Но роман не выдержал испытания временем. После разрыва Агния погрузилась в жутчайшую депрессию. Выйти из нее ей помогла любимая работа. Некоторые заедают стресс. Она же убивала его на съемочной площадке. В 2009 году на съемках телесериала «Башня» актриса познакомилась с помощником оператора Федором Лясом. Третьим избранником талантливой актрисы стал Максим Петров, известный танцор. Осенью 2015 году ребята официально стали мужем и женой, сыграв весьма скромную по меркам шоу-бизнеса свадьбу. Кстати, молодоженов познакомила подруга Агнии, режиссер Валерия Гай Германика. Режиссер участвовала в проекте «Танцы со звездами». И именно Максима Петрова определили ей в партнеры. Она много рассказывала ему о своей замечательной подруге Агнии, а после познакомила их. Сам Максим, недавно вернувшийся из другой страны, ничего об актрисе не слышал и был ею восхищен. Агния – первый человек, после общения с которым я почувствовал себя уверенней. Она мой лучший мотиватор. «Я готов свернуть горы ради нее», – вспоминал он. В конце 2015 года в прессе начали появляться слухи о том, что Агния Кузнецова беременна. Поводом стали фото с округлившимся животом. Журналисты объявили и приблизительную дату родов – май 2016 года. Однако известия о рождении первенца поклонники пары так и не дождались. То ли новость о беременности изначально была уткой, то ли актриса предпочла не афишировать пополнение в семействе. Были предположения, что Кузнецова потеряла ребенка, однако подтверждения этой информации также не было. Агния Кузнецова сегодня. В 2017 году зрители смогут увидеть Агнию Кузнецову сразу в нескольких проектах. Среди них мини-сериал «Сценарий с Кириллом Гребенщиковым и Анной Старшинбаум. Комедия «Девочки не сдаются», в которой партнером Агнии стала любовь Толкалина. Также готовилась к выходу криминальная сага «Желтый глаз тигра» с Павлом Прилучным и Катериной Шпицей, лентой «Как дети с Паулиной Андреевой» и Риналем Мухаметовым. А также второй сезон сериала «Тест на беременность» со Светланой Ивановой. Также Агния Кузнецова вместе с Ксенией Рапопорт может появиться в новом фильме «Валерий и Гарри Германики. Мысленный волк. Рабочее название». Как утверждает режиссер, фильм «Притча о сложных взаимоотношениях дочери и матери» будет посвящен околоправославной тематике.